После 20 игр чемпионата иркутская дружина набрала 25 очков. Перед встречей с Уфимочкой волейболистские Лок-Ангары занимались шестую строчку в таблице. Соперницы были на втором месте. Разница в турнирном положении напрямую отразилась на качестве игры. В первой встрече иркутянки не выиграли ни одной партии, но несмотря на поражение, ответный матч также собрал полные трибуны. Терять иркутянкам было нечего. Лок-Ангара – дебютант высшей лиги. По сравнению с соперницами, нашей дружине приходится выступать в молодом составе. Девчата самоотверженно борются, мы уже учимся у этих более опытных игроков. И надо потерпеть, будут победы, надо потерпеть, готовиться, учиться на том, опытных игроков. Игра выдалась напряженной, победить могла каждая из команд. Но на стороне соперниц мастерство. Сильная, спокойная, уверенная в себе Уфимочка брала сет за сетом, не оставляя хозяйкам площадки ни единого шанса на успех. Чтобы победить одного из лидеров турнира, иркутской команде приходится демонстрировать свои лучшие качества в решающие моменты. В первом сете иркутянки могли склонить чашу весов в свою пользу. Лок-Ангара неоднократно выходила вперед, но в концовке сбавила темп, за что и поплатилась 21-25. Иркутские волейболистки оказались в роли отыгрывающихся, поэтому догнать и перегнать опытных уфимчанок не получилось. В итоге второй сет провели еще хуже – 19-25. Мы не можем в каждом матче побеждать, потому что мы играем в объединенной высшей лиге А, где соперники, сторожилы этой лиги гораздо уровнем и классом выше нас. Игроки, подбор игроков гораздо сильнее, мощнее. Поэтому мы, как дебютанты этой высшей лиги А объединенной, наша задача стоит остаться в этой лиге. А от команды, с которой мы сейчас играем на протяжении третьего тура, команда, у которой задача стоит в высшей лиге играть, в суперлиге. В иркутской команде первую скрипку играла Яна Седова. 12-й номер, несомненно, была сильнейшей в составе хозяек. И по коэффициенту полезности из иркутского коллектива выделялась именно она. В результате в третьем сете «Окангара» вышла вперед 21-20. Однако зафиксировать преимущество не удалось. Подопечные Александра Цивелева пропустили подряд три мяча, а отпитали лишь один. На больше иркутянок не хватило – 22-25. В итоге вновь 0-3 победа у Фимочки. С сегодняшним результатом я, конечно, довольна, потому что сегодня девочки все играли, мы все играли. Все равно даже чувствовалось, болельщикам очень нравилось. И могли переломить, и забрать партию. И игру могли потом забрать. Это уже все могло быть по-разному. Поражение лишило иркутскую команду шансов на попадание в тройку лидеров. Однако задачи на сезон остаются те же – улучшить взаимодействие между игроками и занять привычное пятое место в турнире таблицы. Следующий матч Лок-Ангара проведет дома. Соперник Череповецкая и Северсталь находятся на четвертой позиции. Игры состоятся 5 и 6 февраля. Артем Илашва, Александр Мокин. Новости сейчас.